МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Человек – это люди, которые поддержали инициативу Николая Меркушкина по формированию системы общественных советов. Напомню, что выборы в общественные советы прошли в июне в рамках проекта на связи с губернатором. К ним подключились представители промышленных предприятий, ТСЖ, домкомов, школ, больниц. Теперь все вместе предстоит решать проблемы и работать на перспективу второго по величине города-региона. Еще очень многие думают, что золотые времена можно вернуть одними амбициями. Без особых усилий, без активного участия каждого – это, конечно, очень опасный самообман. И долго пребывать в этом состоянии нам нельзя, потому что реальный масштаб проблем в Тольятти огромен. И если они накатят лавиной, я имею в виду масса проблем. От гладких наших отчетов, пустого пиара, пустой просто политической тресткотни не останется и следа. После завершения форума его участники обратились к губернатору со своими конкретными проблемами. Общение длилось еще полчаса. Просьбы касались частых вопросов, требующих решения уже в ручном режиме. Николай Меркушкин пообещал разобраться в каждой конкретной озвученной ситуации. Николай Меркушкин вошел в список лучших лоббистов России. В рейтинге, который публикуют независимые газеты, губернатор Самарской области занимает 11-ю строчку в категории «Лоббисты – региональные лидеры», что означает «сильную эффективность». Таким образом, глава региона поднялась в этом списке на один пункт. Напомню, что в рейтинге, опубликованном месяцем ранее, Николай Меркушкин занимал 12-ю позицию. Звание одного из 15 лучших вузов страны накладывает на Самарский аэрокосмический университет «Новые обязательства и задачи». На заседании попечительского совета, который возглавляет губернатор Николай Меркушкин, было отмечено, что рейтинги – это не самоцель, главное – это прорыв в наукоемких сферах. Там же представили программу повышения конкурентоспособности СГАО на международной арене на ближайшие 7 лет. Обо всем по порядку. Войти в 15 самых по стране, а затем и по плану в сотню лучших в мире – не сама цель, в один голос говорят присутствующие. Цель – прорыв в наукоемких отраслях, а молодые кадры для производства региона. А рейтинги и топы – скорее итог. Но надо признать, подобные победы дают в том числе новые возможности. Государство финансами поддержит исследования и разработки. Напомню, в совокупности 9 миллиардов рублей субсидий в ближайшие несколько лет получат 15 вузов страны. Что касается СГАО, на заседании попечительского совета губернатор Николай Меркушкин отмечает, к федеральным деньгам каждый год будет добавляться по 20% от полученной суммы еще и из областного бюджета. К тому же победа в конкурсе накладывает массу обязательств. Это и реорганизация самого вуза и проектов, международное сотрудничество, пополнение молодыми кадрами, развитие научно-технической базы. Задач тут очень много, которые надо решить. Они приятные для нас, все эти задачи. Если мы их решим, то мы будем на самом деле одним из центров в области космической техники, авиационной техники, автомобилестроения. Можем стать центром не только в стране, но и в мире. И базироваться на собственных исследованиях, фундаментальных, прикладных и конструкторских собственных работах. Я скептически отношусь к тому, что должны войти в 20 или в 100 вузов и прочее все. Главное решать новые задачи образования и создания новых технологий. А в какие мы войдем, там, пятерки, сотни, когда будем решать задачи и будем впереди, они будут стараться брать пример с нас. Как жить после победы в конкурсе? Здесь презентуют программу повышения конкурентной способности с ГАУ на ближайшие 7 лет. Главное сейчас оценить состояние наукоемких отраслей, в которых нам нельзя отставать. И где возможны прорывные технологии. Это, безусловно, космос, авиация, электроника, микро-наноэлектроника, приборостроение, IT-технология. Для этого в СГАУ создают 7 новых институтов, как раз по этим направлениям. Если взять, к примеру, космос, то новое наукоемкое производство малых летательных аппаратов развернется на территории СГАУ. В НИИ космического машиностроения. Эта ниша в России практически не занята. По НИИ космического машиностроения мы уже с Кирилем Александром Николаевичем до Юра создали такую структуру. Вот есть корпус на нашей территории, но он принадлежит ЦСКБ «Прогресс». Сейчас стадия передачи, стадия оснащения. Мы до конца года что-то оснастим и в течение следующего года. И я надеюсь, что в ближайшие 3-4 года мы выйдем на эксплуатацию всего оборудования, которое закупим. Свои прорывные идеи в СГАУ представляют питерцы. Для их экранопланов судов на динамической воздушной подушке нужна наша самарская разработка – двигатель НК-93. Незаслуженно забытая, как до сих пор считают многие ученые и эксперты, детище Николая Кузнецова. Двигатель НК-93, который совместно с ВУЗом, который совместно с Кузнецовым, который совместно с Каба Алексеева, мы возродим. Я думаю, это будет рывком в возрождении экраноплан строения. Также вся та электроника, которая создается нашим предприятием, позволит создать экраноплан нового поколения. Не только НК-93, коллеги из Санкт-Петербурга готовы сотрудничать и в других сферах. Разрабатывают беспилотники, авиационно-патрульные комплексы, маломерные суда. Они хотят в том себе базировать, скажем, здесь исследования, неокровские работы и так далее. И получая результат в итоге, получать продукт, который в том числе и в Самарской области востребован. Те же, допустим, летательные аппараты, те же суда на воздушной подушке нового поколения. Заинтересовали Самарскую сторону, в том числе маломерные скоростные суда. В регионе планируют развивать судостроительный кластер. И разработки коллег могут прийтись как раз к стати. Алена Платова, Дмитрий Алатарцев, Новости губернии. Объекты недвижимости Самарской области нанесут на специальную интерактивную карту. С помощью одного клика можно будет получить информацию о любом здании, степень завершенности строительства или готовность к отопительному сезону. Возможность реализации такого проекта обсудили губернатор Николай Меркушкин и руководители конструкторского бюро опытных работ. В ходе встречи было представлено еще несколько инновационных проектов, в частности, прибор, который крепится к автомобилю и позволяет анализировать состояние дорожного полотна. Причем он сканирует каждый слой вплоть до грунта. Кировский мост должны сдать в эксплуатацию к концу этого года. На случай нехватки денег Москва поможет. Вкратце, это итог инспекционной поездки главы Федерального Минтранса Максима Соколова и самарского губернатора Николая Меркушкина на один из самых масштабных долгостроев. О принципиальных договоренностях и конкретных сроках Ольга Павловская. Кировский мостовой переход. Мы с вами находимся сейчас, вот если конкретно говорить, первая опора самого моста через мост, через реку Самары. Основная часть – это вантовая система. Подрядчик рассказывает губернатору и министру транспорта технические характеристики мостового перехода. Длина практически 11 километров. Движение будет организовано по шести полосам в двух направлениях. Вот макет объекта. Николай Меркушкин и Максим Соколов интересуются, что именно уже готово, а что еще предстоит сделать. У нас выделено миллиард 57 миллионов, осталось, значит, нам порядка 500. Но мы сейчас можем... Половину? Да. Но дело в том, что первую половину мы делали на земле. И учесть, что до июня месяца у нас практически вся была затоплена. То есть мы просто не могли выйти на дорогу. Воза большая? Высокая вода. Да. У нас, и тем более в этом году, как никогда, чуть ли не целый месяц, вода стояла в высоких отметках. С финансированием, заверяет министр транспорта, проблем не будет. Деньги с федерального бюджета, которые необходимы для завершения строительства, перечислят. Часть средств выделят и из областной казны. Кировские разгрузятся морские дороги, в том числе и мосты по улицам Главной и Авроре. С потоком транспорта они не справляются. Работа большая проведена. Сколько тут? Здесь работа большая, Николай Иванович, и вашими усилиями хорошо, что вы снова обратили внимание на этот объект. Безусловно, его надо завершать и заканчивать как можно скорее, в последние буквально полгода, в ближайшие полгода. Так что давайте... Ничего сказать надо, чтобы руки не опускал. Не то, что не опускал, а руки в ноги и вперед. Ноги и вперед. Взаимопонимание есть. Договоренность насчет сдачи объекта через полгода достигнута. До конца этой недели подрядчик предоставит Министерство транспорта России график проведения работ. Полную мощность, пропускную способность пока использоваться не сможем мы, потому что у нас есть проблемы по самому... По проездам по городу, в Самаре, там надо будет расширять дороги и так далее. Это тоже потребует определенного времени. Но уже проезд по мосту в будущем году, в начале года, или к весне, скажем так, должен обязательно заработать. И для этого сейчас все принципиальные вопросы окончательно решены. По финансированию в том числе. Также Максим Соколов и Николай Меркушкин говорили о строительстве дороги вдоль реки Самара. По мнению губернатора, она позволит разгрузить город от транзитного транспорта и связать все городские мосты. Ольга Павловская, Алексей Реминскин. Новости губернии. Владимир Классен избавился от приставки ИО. Жигулевская городская дума утвердила его на посту главы администрации. Иначе эту должность называют сети-менеджер. За пост боролись четыре претендента. Специальная комиссия во главе с губернатором отобрала двоих. Собственно, Владимира Классена и Александра Лупского. А уже из них выбирали депутаты. Единогласно победил Владимир Классен. Николай Меркушкин поздравил нового главу администрации и заявил, что с Жигулевска в Самарской области начинается новая система формирования местной власти. Напомню, что с начала лета в городе действует новый устав, по которому всенародные выборы заменяются голосованием в Думе. Такая форма управления будет применяться в наиболее проблемных городах и районах, чтобы достичь максимальной открытости работы чиновников. Вы голосуете напрямую, если сейчас проголосовали. И если будут, условно, грубо, скажем, даже не в отношении к Жигулевску, не в отношении к Владимир Яковлевичу, не хочу сразу, чтобы пассыровалось, что какие-то глупости будет делать человек, да, или какие-то вещи совсем не в те ворота, в любой момент можно собраться и можно поставить этот вопрос и совместным нашим общим решением принять это решение. И поэтому руководитель и исполнитель власти, он еще больше заинтересован в том, чтобы с Думой очень конкретно предметно работать. Напомню, Владимир Классен работал в Жигулевске с середины 80-х до 2008-го, когда он перешел на работу в областное министерство образования. Вернуться пришлось месяц назад. Его назначили исполняющим обязанности главы администрации. Сразу после утверждения в должности Владимир Классен ответил на вопросы журналистов и рассказал о текущей работе. В 127 селах региона построят новые сети связи. Качественные телефонии и широкополосным доступом в интернет обеспечат населенные пункты, где проживают хотя бы 500 человек. Это станет возможным благодаря проекту по развитию телекоммуникационной инфраструктуры. Соглашение о его реализации подписали губернатор Николай Меркушкин и вице-президент Ростелекома Дмитрий Проскура. Проект рассчитан на 4 года. До конца 2013-го связью будут обеспечены 22 села. Для того, чтобы модернизировать сети во всех населенных пунктах, которые вошли в программу, потребуется более чем 760 миллионов рублей. Областной бюджет компенсирует половину этой суммы. Ход уборочной кампании в Кошкинском районе оценил губернатор. Николай Меркушкин познакомился с работой одного из крупных хозяйств. Показатели хорошие, но могли бы быть и лучшие. Урожайность свыше 50 центнеров с гектара. Комбайны, которые используют в этом предприятии, удивили главу региона. Векторы подходят для малых фермерских хозяйств. Акросы и доны, конечно, подороже, но окупились бы быстро. Тогда уже можно было бы говорить о поурожайности как минимум на 5 центнеров больше. Векторы по какому цене покупали? Около 3,5. 4,250 было. Сколько? 4,250. Дон в это время сколько стоил? Ну, Дон не знаю. Два вектора мы купили по 4,250. Дон стоил 5,5-3 с того времени. Где-то на миллион. Дон на миллион. Но его же не сравнивать. Ну, полегче идут. По-крусам. Также губернатор оценил ход строительства образовательного центра в селе Кошки. Его планируют сдать в эксплуатацию в будущей весне. Он рассчитан на 1175 мест. Стоимость проекта 900 миллионов рублей. Что, по мнению губернатора, слишком большая цифра. К тому же сам проект, цитата, настолько оригинальный, что похож больше на производственный цех или офисный центр. Делал архитектор. Он долго работал в Лондоне, в Англии. Ему поручили ДВИ. Вот ему это, так сказать, со влиянием английское. Я сразу вам хочу сказать. Вы здесь на тепло будете тратить денег. Вот в два раза больше, чем тратить будут другие учебные заведения. Вы посмотрите, сколько у вас стекла. Причем стекла. Причем стекла не все стекло работающее. А на крыше делать в наших условиях окна. Это только в исключительных, когда не хватает места, когда надо мансарду обустраивать. Мансарду обустраивать и так далее. Невольно подпускали к проекту. Также в селе Кошки губернатор встретился с активом района. Разговор длился больше двух часов. Про райцентру в целом я смотрю, там посмотрел и у вас аллейки. Все тут сделано. И, судя по всему, это делалось еще давно. Наверное, в советское время, да, вот это было, этот замысел. Вот, но хотелось, чтобы фасады были посовременнее. И я это во многих местах замечаю просто, ну, бросается в глаза, что пока нет стремления все, что делается, делать красиво. Ну, просто качественно, да, а делать еще и красиво, чтобы радовало глаз, чтобы этим как-то гордиться. Новая неделя, новые события. Подведем итоги ровно через семь дней. С вами была Татьяна Дрожевкина. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова